Отложив всякую злобу, и всякое коварство, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь. Вот особое внимание обращаю на слово «и так». Впереди что-то должно быть, не с нуля события начинаются, это новая глава просто о зеленом, а впереди было сказано, и так, трава засыхает, свет увядает, а Слово Божие пребывает вовек. А после этого говорится, и так, вывод отсюда делаем такой, все в мире тленно, и особенно это видно осенью на увядании природы. И стоит единственное, постоянное, недвижимое, неизменяемое Слово Божие. Все меняется, и церковь далеко не та, какая была вначале, и люди не те, и обстановка, и политическая, и границы государства, а Слово Божие пребывает вовек. Итак, а вывод в общем, что мы хотим, чтобы в нас было это постоянство, которое перейдет в вечность, потому что временное, сиюминутное, оно никак с вечностью не соприкасается. Почему люди, поступающие по Слову Божию, войдут в вечное спасение? Потому что они вошли в вечное постоянство. А вот гиенна называется вечно возрождаться, она не постоянная. Перевод. Вечно, это гиенна непрерывно горит, затухает, снова горит, душа на нет, как будто сгорает и встрепенется. В муках воспоминаний, говорит, и снова опять та же, опять мучение начинается. Там же непрерывная радость. Итак, чтобы нам войти в это возлюбечистое словесное молоко, и чтобы оно вошло в нас, впереди ставятся определенные условия. И при том условия, выполнимые. Первое. Отложивши всякую злобу. Не просто злобу, а всякую. Ясно, что требуется исследование. Вот посмотрим, что такое злоба. О злобе упоминается в Библии 67 раз. Это я 67 мест должен открыть, и ты должен открыть их. И посмотреть, откуда рождается зло. Происхождение зла вообще в космическом плане никто не знает. Как мысль пришла дьяволу стать наравне с Богом и клеветать на братья? От гордости. Определенно, златоуст говорит. Но как она пришла? Что послужило этому? Это никто не знает. Ни один святой отец не ответил. Но мы смотрим уже на родившуюся злобу, которую он распространяет по земле, и постараемся избежать ее. Когда мы узнаем, как она зарождается? На кого? В книге Левит. 19 глава, 18 стих. Вот мы слышали заповедь такую, 23 главе Евангелия от Матфея, говорится, люби ближнего, как самого себя. Мы смотрим на реакцию, которую проявляли иудеи, когда слушали Христа. Когда он сказал эту заповедь, а при том, когда он спросил, какая главная заповедь-то? Господь отвечает. А другой раз, он сам отвечает человеку об этих заповедь, что люби ближнего своего. Откуда он взял это? А вот этот стих как раз и есть. Вот стих-то вторая половина, а впереди написано. Не мсти и не имей зла на сынок народа твоего. Не мсти, не имей зла, а потом, но люби ближнего, как самого себя. Для злобного это вообще невыполнимо для человека. Как он может? Если он мстит, он не может любить. Сначала не мсти. Остановись на этом. Никогда не мсти. Не погружай его в злобу, а тогда уже люби. И так, говорит, отложить всякую злобу. Книга «Премудрости» Соломона, 2.19. Видя, как живет верующий, он не отвечает злом на зло, а они начинают неверующие его испытывать. И разные искушения, что-то у него испортят. Я никогда не забуду, как я на работе в Великий пост, а на второй этаж катать тачки с бетоном по сходним. А у меня все-таки два ломтика хлеба. И они что сделали? Убили мыши между хлебом, мне заложили, чтобы с мясом я ел, а то мне белков-то не хватает. Искушают как? Работаем в сырости. Ясное дело, что я снимаю валенки, ехать далеко. Вечером обуваться, подхожу, а они туда битого стекла натолкали и сверху кирпичом распёрли. Так я не могу вытащить, не обуться, ничего нет. И при том я знаю, кто это сделал. Искушение-то какое? Это я только частичку приподнимаю. Когда я это читаю, я сразу то вспоминаю, и тех людей уже никого, может, и нет живых. Не вменим, Господи. Бог меня испытывал и трёс, мял и давил, и просеял через мелкое сито. И так, говорит, испытаем его оскорблением, это они говорят, и мучением, дабы видеть смирение его и видеть незлобие его. Вот для чего они делали. Я не заругался никак. Кирпич нельзя вытащить, немножко разрезал, выскорбил, вытащил, вывалил, ну и всё. Но те, которые узнали дальше на счастье, уже без меня началась там разборка. Господь обязательно восставит тебе кого-то на помощь. А они, говорит, испытаем его незлобие. Это испытание. А без испытания горшок просто развалится. Горшку тоже трудно, когда его в огонь толкают. Но если он не будет обожжён, он просто куча глины получится. Итак, премудрость 2.21. И вот так они умствовали и ошиблись. Да вот мы сейчас так сделаем, пятидневку, верующих всех переловим, передаем, попов расстреляем, и веры не будет. Как Нерон говорит. Ему говорят о том, что потомки что скажут, что ты дал христиан несправедливо. Он говорит, я их всех вышку, никто не будет знать, что они были. Вот и всё. И так, говорит, они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их. А нам написано так, что отложи всякую злобу. Значит, злоба ослепляет. Вот почему человек слепой, он не понимает, что делает. Я это всё хочу показать на сегодняшний день. Что с нами сейчас делают с этим объединением, и те, которые там в зарубежной церкви, они не понимают. Это всё замысел врага, замысел определённых органов. Это никому не надо, надо причащаться, ну и причащайтесь. Вы говорили одна чаша, а теперь почему же вы одни о кого-то нам изготовили? Вот о чём речь-то идёт. Не о чаше совсем. Примудуясь Соломона 4.11. И Господь, когда видит, что испытания в человеке очень большие, особенно касается молодёжи, вот что с ними будет? Поедет в город, научится всякой пакости. И Господь видит его, и заранее уже подготавливает. Он заболел, понял, как ненадёжно всё. А мало того, Господь может дать такую болезнь, что ты умрёшь. И написано так, этот человек-то умер, а душа его восхищена к Богу. Почему? Так сделал Господь, дабы злоба не изменила разума его. А мы будем плакать. Ай, когда жил молодой, не видел, почему Бог так сделал? Тебя соответствует, что злоба. А написано, отложивши злобу. А он её не мог никак избежать, этой злобы. И на занятиях, и везде его преследуй. Делай, как мы, делай, как мы. Премудрость 19.12. И когда Господь на них нашлёт казнь, и тогда все поймут, что они справедливо страдали за своё зло. И поэтому не надо сегодня охотиться. Почему так? Высчитывает русский народ, исчезает. А он и не нужен такой народ. Это и не народ со всем. Это просто так пыль. Вихрь и ветра написано, как солома, попираемая ногами. Люди не хотят служить Богу, а Богу разницы никакой нет. Он накрыл водой их, и в Содоме накрыл их огнём. Ну а кто-нибудь скажет, да как так, да эти города такие передобыли, да они там орденоносцы. Это всё пустое. Для Бога главное, что человек знает Слово Божие и следует по Нему. Я рассуждаю о злобе. Написано «отложить злобу». Чтобы злоба в нас не проникла, не заразиться, врагу твоему не верь. А поэтому определили, кто враг. В первую очередь, у нас три врага. Самый главный враг, который нас искушает, это наша плоть. Наша я, наша гордость. Не верь себе. Да я так думаю, мне показалось, у меня чувство, интуиция, не верь. Открой Слово Божие и помолись. Второй – это дьявол. Что бы он ни предлагал, даже по-человечески объяснимо. Ты думаешь о том, что человеческое, отойди сатана. Ну и третье – всё, что мирское, придуманное. Как так? Телевизор не смотрите? Не смотрю. Я настаиваю, чтобы он был разбит и выброшен. Ты вполне обойдёшься без него и не пожалеешь. Феррахов 15.6 Нет хуже человека, который недоброжелательен к самому себе. Это воздаяние ему за злобу его. А вот это уже мы сами определяем. Нет хуже того человека, кто к себе такой безжалостный. А почём? Начни сразу. Лежишь долго в постели, ты безжалостный, драгоценное время поедается. Травите себя таблетками. Сегодня я принёс специально предупреждение определенной организации, которые борются за здоровье нации. Криком кричат, не давайте детям, чтобы уколы давали. Это специально идёт заражение, уничтожение, парализация. Притом мощная организация из Санкт-Петербурга. Идёт отравление нации, уничтожение. Прямое уничтожение. Я получил предупредительное письмо, отдам завтра медикам. Там терминологии не разберёшься, сколько написано. Итак, Сирах 28.33. Злоба и гнев тоже мерзости. А что такое мерзость? Ну, мерзость то, что противно Богу. Злоба и гнев. А на что злоба? Ну, злоба в первую очередь презрение к Божьим уставам. Вот написано. Женщина носит мужское одеяние, мерзость перед Богом. А при чём здесь злоба? Да злоба ты просто ненавидишь, я когда читаю эти слова. Написано, не носи. Раззаконие 22.5. Вот и всё это мерзость перед Богом. А чтобы возлюбить чистое словесное молоко, отложите всякую злобу. Сирахов 29.5. Человек, будучи сам плотян, опитает злобу подобному себе. Кто очистит грехи его? Всё время, что бы ты ни делал, человек, думай, а почему я это делаю? Не позлобили. А подходит иногда злоба. А потушить её невозможно. Да ещё на ложе человек размышляет. Написано, и на ложе вашем утишьтеся. На ложе. И на вид это знал. Гнев, солнце-то не зайдёт во гневе вашем. Иакоб 1.23. Отложите остаток злобы. И в кротости примите насаждаемое слово. Но я хочу принять кротости. Нет, не получится. Сначала оставь остаток злобы. Всё оставь, а потом поскобли, замой, просуши, прожарь. И посмотри, ничего нет, тогда уже примешь слово. Я читаю, ничего не понимаю. Один из признаков злобная душа. Написано, в злохужду и душу премудрость не войдёт. Читаю, ничего не понимаю. Ну и как можно слово Божье читать и не понимать? Ты бы не понимал то, что на работе, что видишь, потому что это не свойство на человеку. Душа по природе, говорит, христианка. По райской той природе. Эфицианам 11.31. Злоречия со всякой злобою, да будут удалены от вас. Определись, со злобой или не со злобой. Смотри, ребёнок, когда бьёт, даже лицо искажается. Я ехал дорогой, увидел в электричке, девочке, наверное, лет уже шесть было. И они вокруг неё трое или четверо, и она их бьёт и кусает всех. И они ничего не могут сделать. Взрослые дядьки сидят, три человека, и они буквально ползают перед ней. Я бы её вылечил, но в течение недели она была совершенно другая. И немного бы с них взял за это. Чего же ты с ребёнком поправиться не можешь? Его злобы не можешь. Укратить. А что ты дальше-то будешь с ней делать-то? Да Бог дал тебе власть, написано, сокрушай ребра его, пока оно молодо. Дабы сделать всё супругим, оно не восстало на тебя. Ты слышал это? Сокрушай. Да кого-то тогда будет у него, там испуганно, начинает оставить злобу свою. Ты злишься на заповеди Божии. Последствия исполнения заповеди Бог берёт на себя. А я выполню, а будет вот так. Я сделаю результат. Тебе не надо думать об этом. Ты думай только об одном. Быть верным Господу. А последствия будут совсем не такие, как ты думаешь. Колоссинам 3.8. Итак, отложите всякую злобу и злоречия. Определи, что такое зло. Всё, что не по Писанию, что против Бога, против ближнего, доставляет человеку переживания, вопреки Слову Божию. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство. Вот второе. Пётр перечисляет по порядку. По порядку, что нужно отложить. Отложить, значит, оно есть. Оно окружает. Его в сторону отодвинуть надо. Со злобой немножко мы разобрали. Злоба искажает лицо. Какие злые глаза у него. И по глазам видно, что злится. Вот нормальное, хорошее всё. И кошка. Как только с другой встретится. Как они сразу встанут, какую позу примут. И в животных-то видно. Обозлились друг на друга. И коровы. Во всех животных видно. Тем более в человеке. Хорошо у человека, говорит, хвоста нет. Кто бы он дал такую реакцию, говорит, показал, как у других животных-то. А у нас определяется только лицо. Ну, конечно, есть люди скрытые, не покажут. Тогда он по делу покажет. Слово коварство, которое нужно отложить. А перед этим надо его определить. В Библии встречается 74 раза. Кажется, коварство-то страшное такое. Коварно вредит другу. Премудрость 14.24 Коварный убивает. Коварство губит человека. То есть говорит одно, а потом из-под тяжка делает своё. Премудрость 14.30 Ложно клянётся и коварно презирает святое. Значит, связано это с обещанием и внезапной изменой. Премудрость 16.5 Угрызение коварных змеев. Значит, коварство относится к змеиной породе. Надо быть очень простым и искренним. Чтобы слово Божие в нас было, как для детей молоко, отложили злобу. Теперь отложите коварство. Ты имеешь что против? Прямо ему скажи. Никогда не коварствуй. Никогда не соединяйся ни с кем против того, кто тебе враждебен. Нужно прямо открыто сказать, как один говорит, иду на вы. Заранее посылает послов, то есть иду на войну. Помните, как в истории изучали один из русских князей. Серахов 6.16 Не коварствуй языком своим. Если сказал да, выполни его, чтобы в конце было да. Серахов 13.29 Где коварство проявляется? И как нужно остерегаться? Не всякого человека води в дом твой, ибо много козней у коварного. Только познакомились, уже звонят. В доме. Недавно, говорит, он вышел, а потом в коридоре написал против меня фломастером. Так зачем же ты в дом-то, я говорю, упускал его? Много козней у коварного. Ты не мог определить, а хвалился, что ты знаешь идеи. Да я его знаю. Ты уверен, что знаешь? Да. А ты знал, что он напишет? Нет. Ну как же ты знал? А не знал, что он напишет. Это означает, что он тебе не мог сразу отомстить. Вышел неодушевленным предметом, недушевленную стенку, он пачкает, чтобы соседей натравить на тебя. А ты говоришь, я его знал. Ну ты договорились здесь встретиться. Он выйдет напротив КГБ. Сядь там где-нибудь на скамеечку. Да и сиди. В случае чего на помощь тебе люди добрые придут. Домой никого написано не в воде. Один раз услышал, все. Книга Серах, 20 глава, 23. Есть лукавый, который ходит согнувшись в унынии, но внутри он полон коварства. То есть надо определять людей. И вид-то у него какой хороший. Прямо по-христиански согнулся, и глаза долу по-монашески. А вплеснет такие рога, что ты не знаешь, куда спрятаться. Слово не вымолвит. Вот о ком говорится-то все? Да чтобы с нами-то этого не было, отложите всякое коварство. Серах, 23-25. Коварство может отогнать дружбу. Любую. Всегда нужно быть искренним. Даже ты будешь считать тебя грубым. Ты сказал, не понравилось, но никогда не коварствуй. Прямо, открыто скажи. За собой надо наблюдать. И попроси, если за собой наблюдаешь, скажи, как ты это заметили во мне, это грех уже открытый. Далеко уже человек ушел, но может быть. Подскажи мне, поступал ли я коварно. Это мне тоже скажите. Как-то выйдем сейчас из храма, вы мне скажите, а ты против меня поступил коварно. Деяние апостолов, 13-30. Апостол Павел беседует, свидетельствует. И вот один человек стоял рядом, все слушал. И вдруг, увидев, что тот обращается, он начинает коварно ему вредить, как наши братья продают там книги, выходят, вот стоит рядом, слушает, а потом против начинает говорить. А я православный, я вот такие. И разрушает все, что тот делал. И апостол Павел говорит, о, исполнены всякого коварства и всякого злодейства. Сын дьявола, враг всякой правды. Не перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних коварного человека, как он ухватил? А то Павел говорит, ласково сектанты. Спроси сектантов, когда в последний раз вы так говорили? И это коварно, это они вредят. Это сектанты. Вкрадываются, вроде Библия в руках у них, они говорят, сектанты все коварные, до единого. Под видом троицы, учения, которые взяли у православных, все. Начинаешь бежать, а кто ты? Ну не важно, мы все христиане. Ну я прямо заявляю, я православный христианин. Ну что ты скрываешься-то? Вот шуршит, как змей в траве, пока велами не проткнешь. Ну кто ты такой? А коварно. Православный должен всегда открыто заявлять о своей вере, никогда не бойтесь. Когда возникли, их не добьешься, когда возникли, он ничего не может ответить, потому что они коварные. Они рассчитывают, что люди ничего не знают, постепенно увлечутся, а потом его он уже наставит на путь хуления против веры. И апостол Павел говорит так, и отложите зависть. Посмотрим, где у нас бывает зависть. Независтливые мы. Зависть встречается в Библии, словом, 37 раз. И что самое-то удивительное, в Новом Завете 18 раз. Когда я начинаю смотреть и думаю, ну такой грех явный, открытый, не спасительный в человеке поселяется, то уж в Новом Завете, наверное, нет. Упоминается, но только, хотя в Новом Завете, но говорится не о Новозаветних людях часто. В книге Премудрости 2.24 Самое главное, откуда зависть? Написано, «Завистью дьявола смерть вошла в мир». Есть о чем порассуждать? А почему он позавидовал, что на его место, как понимают святые, сотворен человек? И человек, дана власть, говорит, разбивать ему голову, поражать его. И семя твое будет поражать его в голову. Премудрость 6.25 Апостол Премудрый Соломон говорит так. «Не пойду вместе с истаивающими от зависти». Ты видишь, человек завистливый, а это можно увидеть, отойди. Завидует абсолютно всему. Завидует и многосемейному, многодетному и бездетному. Богатому завидует и бедному. «А, тебе хорошо, у тебя никого нет, ты завидовал. А, тебе хорошо, тебе заботятся, и каждый раз тебе хорошо. И ты подтверди, да, мне хорошо. Я никому никогда не завидовал. Я никогда никому не завидовал. И моя мама не завидовала. Нам очень хорошо, у нас все есть. Легко. То есть согласись над тем, что у тебя есть, это достаточно и сверх того, что достаточно. И завидовать больше нечему. Хотя мы скажем все, что бедные. Серахов 15.8. Зол, кто имеет завистливые глаза. У него завистливые глаза, одновременно он и злой, это человек. А раз он завидует, значит, подсиживает, надо на то место более доходное попасть. Завидует, значит, он пытается этого сдвинуть, то место занять. Завидует у того хорошее место, хорошая земля, хорошая жена, что угодно. Завистью дьявола, смерть вошла в семью. Серахов 31.3. Кто учит сына своего, тот возбуждает зависть во враге. Хорошая зависть. Почему нам завидует Московская Патриархия? Потому что они знают, что мы учим людей. И мне на самом высшем их уровне здесь отвечали, ну что вы хотите, эти бабки, они бестолковые, их не научишь. Я говорю, какие же вы презрительные. Я ни на одного члена нашей общины ни здесь не потеряю, ни этого сказать не могу. Почему? Потому что учим, мы видим изменения, люди слушают. Они все, притом абсолютно все. А сколько прихожан, да я не знаю, бывает и по 700 человек приходят в Покровском соборе. Кто учит сына своего, тот возбуждает зависть. Нам есть чем завидовать. Серах 38.10. От завистливого скрывай намерения свои. Ты еще не успеешь сделать, он уже все пути постарается тебе перекрыть. Я этим страдаю. Открыто все говорю. Я знаю, что это не надо этого делать, ничего не могу сделать. Почему? Я предвосхищаю события, оповещаю, и люди начинают молиться, и знают, которые пытаются мешать, их просто перемалывают, они ничего не могут сделать. Это Серахов говорил в свое время. Скрывай намерение, пока не выполнишь. Я пойду туда, там не надо торговать, он уже туда скорее толкает своих людей, ты приходишь, там уже все посты заняты. Премудрый Соломон 14.30. Зависть и гниль для костей. Кажется, астемилит называется эта болезнь. Так что, вроде бы, и здоровый человек, а может быть, уже ноги подгибаются. Гниль. Научиться надо не завидовать никому и ни в чем. Все, что у меня есть, это самое лучшее. Хотя иногда подходит, кажется, было бы у меня, как у него. Но себя на молитве надо успокаивать. Притча 23.6. Не вкушай в пищу у человека завистливого, не причайся его яствами, он тебя угощает, а сердце его не с тобою. Я говорил об этом, что много хороших людей, знакомых, но чтобы совершенно открытого так быть, пришел и как дома совсем немного таких людей. Это особый бога дар. его надо просить, чтобы совершенно открытым быть, не быть завистливым. От Фея 27.18 Пилат знал, что предали его из зависти. Ни один иудей, ни один первосвященник, ни один фарисей с этой характеристикой не согласился. Еще завидовать кому? Плотник. И дальше все, что они плохое говорили, из зависти предали. А почему из зависти? А мы сейчас увидим, как они вместе с первосвященником завидовали. Деяния апостола 5.17 Первосвященники и все принадлежащие к ереси саддукейской исполнили зависть по отношению к апостолу. Первосвященник завидует рыбаку. А мне говорят, да чему вам завидовать? Да есть чему завидовать. Во-первых, тому порядку, какой у нас есть. Когда разговаривают, что торговля, а на что жить? Потом соглашаются, да, ну а как ее убрать? Ну а как если правильно крестить? Они не понимают даже как, и поэтому они завидуют. Как вам это удалось сделать? У нас не отпевают посторонние, умрет сегодня, никто к нам сюда не потащит. Это даже мы не понимаем, как это так. Они ничего не могут, их никто не спрашивает. Катафалка в 5 подъехали, где батюшка? Там, идите там, заплатите, все. В городской морг. Когда мы им говорим, они соглашаются, у нас правильно, да, и они завидуют. А уж я не говорю про другое, что сейчас, что наши идут на свидетельство, они пытаются что-то подражать, у них ничего не будет, ни с занятиями, какое-то там слово, ну что сравнивать? То ли мы проходим, когда каждый вооруженный идет в город и проповедует, с сектантами сражается. Они завидуют. Так и первосвященники. Деяние 13.45. Иудеи, увидев народ, с которым к апостолам шел, исполнили зависти. Это другое событие совершенно. В одном месте зависть, и отсюда делаем вывод, все, кто не принял Христа, исполняются зависти. Когда разговариваешь, и о сектантах много, священники начинают что-то поносить. Я говорю, ты хоть раз был, у баптистов, у писятиков нет. Ты сейчас говоришь по доброте сердца своего. Ты не можешь опровергать то, что у них есть, пока у себя это не используют. Ты говоришь это по зависти. Они знают каждого члена общины. Я теперь наоборот говорю. Ты просто на сектантах, где говорите, по зависти. А те, они не понимают, что должна быть церковь, рукоположение. Он не понимает. Он не по зависти говорит, а по ненаученности. Деяние, Яков 3,14. А если в вашем сердце вы имеете зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Если сварливость и луж побуждается завистью. Видите, как оно все увязано. И Петр говорит, и отложите зависть и всякое злословие. А вот всякое злословие, да у христиан вроде не должно и быть. Повторяю, что слово злословие в Библии встречается 62 раза. И в Новом Завете 28 раз, почти половина. В Новом Завете где это мы читаем? Сначала по Ветхому Завету. Серахов 27,6. Написано о том, чтобы не злословить. И бойся городского злословия. Вот такая язва. Когда я судился, мне угрожали городским злословием. Такое опубликуем, из дома не выйдешь, тебя все заплюют. Он человек никогда этого места не читал. Это опасное состояние. Мы ничего не могли сделать. Он хвалится, у него родственник КГБ, все материалы на руках. Но я что могу сказать? Я знаю, это нехорошее дело. Стали молиться, нигде ни разу ничего не появилось. Этого хвостуна выгнали с работы, с ГТРК. Все лопнуло, они проиграли, заплатили, ничего нет. А угроза была страшная. Что-то тебя запинают и заплюют. Псалом 18.10. Я говорю здесь за злословие. Написано так. Молиться о том, чтобы злословие миновало нас и не коснулось. Такая молитва есть. Деяние апостолов 13.41. Иудеи злословились и противились проповеди. Злословили и противились проповеди. Как злословили? Ну, в первую очередь, они на апостолов смотрели, как на изменников, на нарушителей Моисеева закона. В этом они их обвиняли. И этим злословием они пытались принизить, чтобы не слышали. В наш адрес это еще не все злословие, которое, я думаю, откроется в конце года. Они не знают, что с нами делать. Я предполагаю только так. Господь может сделать это иносе. Деяние 18.6. Но, которые, говорит, они противились, не приняли. Это в другом месте апостол Павел говорит и злословили. И считаем о Матфея 5.13. Блаженны, когда будут вас гнать и за имя мое неправильно злословить. Посмотрите, сколько моментов только для того, чтобы принять слово Божие. Повторяю снова. Вот все то, что считали плохое, отложить, и только тогда возлюбить чистое словесное молоко, принять его, то есть евангельскую весть, Библию, дабы тогда возрасти во Христе, во Христа Иисуса Господа нашим. Ибо мы вкусили, как он благ. Это всего лишь два стиха, сколько в них сказано. И вот представим, что сегодня даже на русском языке, хотя считают на славянском, на распех, спиной к народу, прочитают. Их тоже будет заботиться о том, чтобы искоренить всякую злобу, всякое коварство, зависть, злословие. договорить даже не надо. Это программа на всю жизнь человеку дается. Вот это написать сейчас, это в любой организации, повесить и пожалуйста, выполняйте это. И то, с чем бьются сегодня органы не могут решить, только вот это выполняйте и все. Так кто-то бы наблюдал еще за этим, как бы стражи исламской революции, смотрят, наблюдают, нет посты. Вот за чем надо наблюдать. А как определить? Да так. Если Слово Божие не является чистым словесным молоком, то не является по какой-то причине. А вот тут-то Петр говорит, пока вот это не отложено все, то Библия на дух не нужна людям. А если мы ее любим, это явно, что с этими грехами мы боремся, и Бог даст будет полная победа. Аминь. Аминь.